Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 января. Крещенский сочельник. Это второй сочельник. Проводят обряды, связанные со священием воды. Накануне крещения это происходило в храмах, потом на дворе, около родников и рек. Снег собранный. Крещенский вечер способен исцелять болезни. Поэтому снегом умывались. Талую воду из него долго хранили, используя ее даже в качестве лекарства. Девушки сегодня старались почаще умываться чистым снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой. Этот день известен и как голодная кутья. По старинному обычаю в этот вечер не ужинали. Название голодная кутья произошло потому, что приближался следующий пост. Поэтому в крещенский сочельник готовили голодную кутью, пресное сочево, без масла и творога. Крещенский вечерок считался временем разгула нечистой силы. Чтобы оградить жилище, рисуют мелом кресты на всех дверях и оконных храмах. Если не поставить в крещенский сочельник креста на дверях, быть беде. Так считали в старину. Вечером гадали. В ночь на крещение в реке окунались, чтобы смыть грехи. Приметы. Какова погода сегодня, такой она будет и на маслицу. Если идет снег, жди хорошего урожая зерновых культур. Дует сильный южный ветер, лето будет грозовым. На деревьях мало снега и ягод не будет. Если снег погнул ветки на деревьях, жди богатого урожая. Полный месяц сегодня к разливу рек весной. Если скотину сегодня накормить кормом с примесью снега, она легко переживет крещенские морозы. Если кур сегодня накормить снегом, будут нестись весь год. Если больного обложить крещенским снегом, болезнь отступит. Такой способ лечения помогает при болях в ногах и голове. Если в крещенский сочинник искупаться в бане, это к здоровью и красоте. Сегодня снег бросали в колодец, чтобы вода в нем не испортилась. Если девушка умеется талой водой сегодня, у нее не будет веснушек и она не заболеет оспой. Будет привлекательной для мужчин. И даже в этом блюде у нас будет сельдерей, и вы его натрете, да? Да, без сельдерей. Кстати, сельдерей он будет давать, интересно, он будет давать особую силу и как мужчинам, как и женщинам, так и детям. Поэтому сельдерей в небольшом количестве, но обязательно включайте в свою пищу. Лучше всего, конечно, кормим его. Ох, тут он у нас слишком высох, поэтому высохший он и срежет. А я, знаете, признаюсь, что думаю, раз корешок, корняков, просто бульон для аромата, без сельдерей тоже можно? Можно. И действительно, мы тогда его просто не будем тереть. А потом я его вытаскиваю. Я могу так лук класть, например. Могу так сельдерей класть. Кубиками подрежу, у нас будет, ой, какой душистый сельдерей. Вот свеженький сейчас отрезали. Вот так вот. И его вообще-то надо жевать, пускай. Сельдерей полезен для того, чтобы у нас еще зубки укреплялись. Он пойдет по желудочно-кишечному трактуру, будут возбуждать вот эти все пищеварительные железы, соки выделять и так далее. Все. Давайте пожуем, пока у нас варятся картошечки. Значит, смотри, что там произошло. Ароматный сельдерей. Новости. Новости какие? Вода закипела. Уменьшили огонь. Картошечка валится буквально 2-3 минуты. Так как мы ее мелко нарезали, можно уже, наверное, будет добавлять и морковь, и свеклу. Хорошо. Как только морковочка у нас готова, действительно, добавляем еще морковь, свеклу, зелень. Немножечко все это поварилось. И все. Блюдо у нас готово. Мы это оставляем. Ну, мы же можем дать такое напутствие на авторскую рецептуру для наших зрителей. Вот основа-то в чем? Это овощной суп с проросшей пшеницей. Да. Наш главный секрет. А овощи люди могут добавлять и комбинировать по своему желанию. Это точно. Здесь должно быть действительно творчество. Хотите морковочки, там больше, меньше, свеколки, там побольше или там поменьше, сельдерей и прочее, прочее, прочее. И я еще хочу сказать, рассказать о том, а как себя вести за столом. Дело в том, что за столом, когда мы садимся, помолились, прием пищи это должен быть такое, ну, своего рода таинство. Потому что во время него мы с вами строим свое тело и здоровье. Поэтому никаких не должно быть разговоров, каких-то деловых или еще чего-то, чтобы не отвлекался ум на какие-то там такие процессы, совершенно противоположные нашему здоровью. Наоборот, шутки, веселье, какая-то там радость такая вот, семья объединилась за столом, поглощаем пищу, тщательно жуем, это будет то, что надо. А когда наоборот человек начинает все, вот это вот еще ругается за столом, вот они встретились для того, чтобы вывести отношения во время приема пищи. Это вообще недопустимо, такого не должно быть. Поэтому люди потом, они удивляются, а почему у них давление повышено, а почему у них там, допустим, кости начинают разжижаться или там куда-то там в остеобороз. А потому что мама обращает внимание на свою ежедневную жизнь, которая, она включает, конечно же, и трапезу, к которой стоит относиться грамотно. И при этом эмоциями во время вращения пищи они себя разрушают. То есть этого не должно быть. Я сейчас еще раз попробую картошку, потому что, мне кажется, уже имеет смысл добавлять. Мелко натертую морковь и вспомнил один эпизод. Ну, точно. Хорошо, что оставили с кожурой. Да, честное слово, очень вкусно. Кстати, как раз вот в этой вот кожуре содержится гораздо больше микроэлементов, нежели в середине. И более того, под самой кожурой находится особый слой таких веществ, он содержит много ферментов, которые помогают расщеплять, да, картошку. А я добавляю закладывающую свеклу. И вот как только это закипит, на самом деле, мы можем считать, что готово. Потому что вы намил третерки. А сельдерея ты еще не добавила. Вот это просто... Вот сейчас самое время, да? Да. Хорошо. Добавляем сельдерей. Так, зелень мы будем... Зелень мы... Чтобы украшать. Зелень мы сейчас мелко порежем и будем добавлять практически уже готовое блюдо. Почему? Потому что, ну, она быстро разваривается. И чтобы, знаете, сохранила свою, как бы сказать, первозданность, сохранила свою хрустинку. Тогда она будет, ну... Живая, живая. Понимаете, какая хорошая и желанная. А когда все разварится в какую-то бумагу такую, знаете, то толку не будет. А я вспомнила, какой эпизод. Вот, например, заходит компания в кафе. Действительно, хотят поесть. И вот в этой компании есть курящие, а есть не курящие. Вот, на что я обращала внимание. Стоит эта компания, и люди, значит, ну, в интернет-отеле спрашивают, вам курящий зал или не курящий? И те, которые не курящие, стоят и молчат. А я сейчас понимаю, люди не курящие, говорите. Мы выбираем не курящий. Почему? Потому что вот эта атмосфера, этого дыма, тоже сказывается отрицательно. Отрицательно сказывается на нашем здоровье. На нашем здоровье именно во время приема пищи. И, кстати... Достаивайте на не курящем зале. Правильно. Я думаю, что скоро как раз за комнат этот выйдет. Да, и в приеме, да. Меньше будет курить. Так вот, Таня подняла очень интересную еще тему. Вот, вы зашли действительно в кафе, покушать. А рядом там люди сидят. Они могут как-то сквернословить или еще что-то говорить. И, вы знаете, есть довольно-таки неприятно. И что получается? Когда человек еще сквернословит, особенно за столом, то тем самым, вот эти скверные слова, как мы уже ранее говорили, притягивают сущности, которые могут войти в еду, питье и так далее. И потом, естественно, попадают в вам, и ни о каком здоровье не может быть речи. Что надо в этом случае сделать? Обязательно, как только услышите матемное слово, вы хотя бы про себя там... Кратко молитву... Какой, например? Господи, по-другому. И хотя бы так мысленно перекрестите пищу. Мысленно перекрестите пищу. Как только мы с вами мысленно перекрещиваем пищу, то та негативная информация, которая от слова влетела в нее, и потом попадает в ваш организм, знаете, вот трудно это все понимать, но благодаря тому, что у нас появились компьютеры, и мы входим в интернет, и оттуда лезут вирусы. Хотим мы того, не хотим мы того. Так вот, любое слово оказывается плохое. Оно как вирус начинает, входит в нашу систему, и начинает потихонечку ее разрушать. У них это сильнее, у других это меньше. Организм старается все это преодолеть, чтобы, как бы сказать, наша система работала нормально. Поэтому, услышали матерное слово? Раз, мысленно перекрестили, раза два, три, и все, и репостили. И на то же самое время закладываете. Нет, 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 нет. Вот, Анюша наша спешит, ни в коем случае. Смотрите, вода еще кипит. Кипит. Кипиток, представляете, зерно, оно живое, оно растет, и только она сразу в кипяток попала. Что получается? Ожог. Вот, она чувствует ожог, она чувствует боль, и поэтому там и белки там сворачиваются, и витамины там разрушаются. Подождем, подождем, как только у нас остыть. Я выключила, я выключила. Хорошо, хорошо. Только соль надо добавить. Соль будем по вкусу добавлять непосредственно в блюдо. Вот, как только температура снижается до 45 градусов, это та температура, при которой не разрушаются ни белки, ни витамины. Мы тогда, уже готовое блюдо, каждый берет себе там одну ложечку, две ложечки прорушивающейся. Хорошо. Давайте тогда посвятим время, которое у нас осталось до остывания нашего супа, чтобы заложить зелень и прорушившую пшеницу, посвятим, ну, скажем так, накрыванию стола и подготовке, вспоминанию той самой молитвы, которая имеет смысл читать перед едой. Потому что там же по церковному уставу не так уж много молитв для людей, которые должны эти молитвы произносить, чтобы улучшить свою жизнь. Это либо отче наш, либо, ну, вот я признаюсь, для меня новая. Поэтому я ее не знаю. Буду, Геннадий Петрович, на вас ориентироваться. А сейчас, мне кажется, имеет смысл накрыть стол хотя бы здесь, импровизированную. Почему? Потому что отдача грибы, мне кажется, его красота тоже влияет на успествие пищи. Правильно? Совершенно верно. Танюша, сейчас закладываем зелень. Уже туда? Да, закладываем зелень. И буквально-таки через минутку, через две можно будет уже, можно будет уже наливать супик в наши тарелочки и уже туда. Давайте, красиво. Раз, раз. Давайте, давайте. Так. Красота везде должна быть, потому что красота – это признак гармонии, признак душевной радости. И когда все это делается действительно красиво, то человек получает ну еще с пищей такие благоприятные эмоции, которые начинают питать его душу. Потому что пища питает наше тело, а возвышенное мышление, обращение к Богу с молитвой способствует тому, что оно питает еще душу. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятные, неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день, а то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после охрабить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. 24 лунные сутки В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин